так ну что же начнем делать plane так отлично создаем объект плоскость точнее будем создавать свет переходим вид сверху делаем пошире наш свет будем его так называть примерно он здесь вот он у нас будет ну и соответственно повыше и пошире еще такой сойдет с темного материал включаем самосвечение отключаем все остальное кидаем на наш плейн на наш шу плоскость теперь зажатым которым шифтом мы вот таким вот образом переворачиваем ее 90 градусов здесь уменьшаем примерно таких размеров и давайте задим их копии три штуки так что нам необходимо сделать вот они здесь наверху у нас поднимем чутка примерно вот так подальше даже чуть-чуть даже может еще и наклоним попробуем так все это будем делать осторожно так перед снова копируем хотя не давайте создадим новый засадим его от начала перевернем на 90 градусов таким вот образом дальше опять раздвинем чутка чтобы он был поширше да и киданем его вот сюда еще один копируем отлично кидаем на нет них ничего не надо кидать пока создаем новый материал точнее даже не сюда мы мы давайте копируем через зажатым контуром этот материал здесь просто чуть-чуть увеличим яркость и добавим здесь голубой свет таким вот методом таким вот образом да сюда кидаем голубоватый копируем через контрол а здесь просто делаем его охристым ярким отлично у нас даже какой-то желтоватый получился в принципе сойдет от этого так теперь выделяем их всем нажимаем аль джим переименуем переименовываем как свет нажимаем два раза вот на этот кружочек раз два они исчезают у нас из юпорта то есть не будут нам здесь мешать нажимаем прям кнопку мышь и зажимаем tec cinema нажимаем точнее tec композитинг выбираем видимый для камера для камеры и отбрасывают тени тоже убираем теперь они невидимы для нашей камеры то есть при рендере они не видите но при рендере вот тут вот есть такой кружочек то есть невидимы при рендере они у нас будут невидимы если вот здесь нажмем но еще и плюс они вообще работать не будут то есть лучше использовать вот этот тег он не видим только для камеры а таком видим то есть свет отражает прочь создаем сферу и давайте ну ладно создадим создадим дойдем говорю нажимаем здесь настройки так начала рендерим смотрим что получается получается безвкусная композиция что собственно и должно быть так нам необходимо здесь нажать настройки и включить глобальное освещение снова дать попробуем зарендерить посмотрим что будет так просто эта работа нужна для на проверку постоянно нужно проверять себя лица рендер так ну вот собственно рендер почти завершён и нам что здесь нужно нужно узреть важно так во первых нужно смотреть каждое отражение как все бликует нормально в порядке или нет давайте сдвинем камеру чуть сюда и повыше может наш вентиль где у нас солидки пружины где у нас вот вентиль мы его чуть-чуть увеличим и на так за и на камеру защиту поставим величим и чуть-чуть чутка пониже мы его спустим вот сюда вот так вот да отлично примерно сойдет да дальше дальше что нам нужно сделать золото 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 слитки ауе слитки где они у нас вот они перевернем чуть-чуть сюда так далее мы нам необходимо вот эту сферу сейчас мы поработаем с ней вентиль пружины где у нас этот вентиль вот он можно его крутануть вот так вот мне кажется это вполне сойдет да далее что мы делаем мы где у нас камера это вот она выходим из нее и давайте создаем сферы сразу увеличим количество то есть хотя это не обязательно вообще делать переводим режиме редактирования и растягиваем вот так вот вот так вот просто кидаем вот этот голубоватый цвет на эту сферу копируем ее а христы на этот желтую точнее тоже можно сказать так сейчас подвинем чтобы она была в поле видимости нам это необходимо кое для чего так что ж такое то я не видно нифига двигайся сюда да блин сейчас мы будем смотреть выбираем здесь интерактивный рендер участка посмотрим что он нам даст это будет наверное займет много времени но вы можете поработать над качеством этот ползунок отвечает за качество чем хуже изображение тем быстрее рендер сейчас мы глянем чисто для работы как там все расположено как расположен свет точнее так ну принципе и меня устраивает наверное да поэтому давайте наши вот эти сферы кидаем в свет они у нас теперь будут невидимы как как вы видите отключаем этот рендер давайте включим попробуем окклюзию окружения посмотрим какая у нас тень появится на золоте а то что-то мне смущить смутило то что там не было совсем никакой тени если нет тени придется прибегнуть к лампочке к свету что конечно не хотелось бы делать ну посмотрим но сейчас тень появилась небольшая просто этого и вообще не да что то есть так еще обратим внимание что здесь у нас есть такая фигня короче сейчас мы отключим так короче у нас некоторые вот эти с как их назвать пружинки они не на поверхности мы могли бы применить тег ко всем ним давайте попробуем сейчас смотрите-ка ко всем им вот он лофт попробуем чисто попробуем на него кинуть тег где у нас тут у нас сейчас подождите симуляция вот объекты взаимодействия а на пружинки мы кинем так тоже самый тег твердое тело вот теперь нажмем play так они у нас полетели вниз куда-то понятно здесь надо думать ребятки здесь надо думать может где-то также связано с тем что он просто-напросто не переведем режим редактирования сейчас как та же фигня так твердое тело объект взаимодействия динамика использовать так это совсем все полетело взаимодействие так иерархия назначить элементы динамика силы мягкая динамика может здесь чё взаимодействие чё произошло так передать так в общем ладно с этим надо думать просто так тут не сделаешь но так ладно давайте все таки продолжим где у нас тут камера с этим может быть нам стоит остаться просто руками подвинуть и но в принципе принципе если мы нажмем на пружину здесь еще раз симуляции объект нет не сюда нам нужно это как раз таки на лофт не обязательно было его переводить наверно ладно так она пружинка чем сделаем на пружинке на пружинке на пружинке ну нет то же самое твердое тело форма динамика просчет динамики так назначить иерархию иерархия иерархии форма взаимодействия ну может быть может быть это сюда нужно потому что точно помню что-то с этим связано почему же они тогда все падают странно очень странно честно не а подожди может быть ага стоп подожди мне кажется понял смотрите наверное вот чем дело ну допустим если мы к примеру на где эта пружина куда она делась вот они почему то они наверху оказались нормально вообще короче вот в чем фишка в том что их слишком много вот видите если мы например вот это первое мы на и на нее кинем ну-ка давай сразу за распады чудакой то как она не должна падать почему форму взаимодействия да почему она падает может из-за этого ну давай так сделаем если тебе что то не нравится это вообще удалим ну-ка ну давай сейчас ты должен все равно зараза падает у меня всегда были проблемы с этим с этой хренью честно отключено все ну-ка да фиг знает короче ладно может здесь что то не так отключено иерархия назначить элементы да странно немного много очень косяков с этим у меня было ну ладно я еще не разобрался значит потом не суть тогда важно на самом деле это вообще важно какого хрена не получается так все ладно давай накладем на землю видимо я что то пропустил над чем не надо заморачиваться уже время идет так все а мы тут полдня я свет создаю давай быстро чё там дальше а все мы создали свет точно я забыл слитки у нас в принципе все устраивает можем можем если хотите еще разочек зарендерить так ну вот собственно все у нас и готово золото немного блик бликует ну яркое такое достаточно так а знаете я в предыдущей работе честно скажу использовал другие параметры в смысле параметры а этим местами поменял вот эти вот материалы то есть давайте вот мы посмотрим например подожди это вентиля нам нужен свет не туда нажал вот давайте их удалим вот эти вот и вот это и поменяем сюда желтенькое и сюда в натуре но это на ваше усмотрение чисто как вам понравится и туда смысл в том чтобы как бы все плекавал то есть под определенным ракурсом здесь было отражение вот например этой сферы отрубаем так и еще сразу хотел сказать а по поводу еще света это мы сделали сам света можно еще воспользоваться я думаю знаете о чем я в общем в общем hd рай студию от рик карту его применить но я вот попытался применить к сейчас покажу к этому изображению рендерил часа 2 наверное вообще не понял какого хрена это было и нафиг и на нее забил значит чем мне не понравилось ну тут почему он так долго рендер тут все сглажено если вот на этой работе вы посмотрите хотя тоже чуть сглажено немного ну ладно в общем я она мне рендер из гораздо меньше нежели это которая была выполнена тем самым hd рай вот ну то есть я использовал лучше свой свет да далее что 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 ну да сейчас мы попробуем зарендерить сразу давайте в настройках выставим сглаживание сглаживание максимальные все таки оставим все если вам это надо если не надо пожалуйста можете не ставить так ну вот как видите очень долго из-за сглаживания рендер происходит проистекает так но мы можем еще кстати увеличить на пружинках найти все таки да динамика здесь вообще в тему было бы пружинка 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 где она вот у нас твои дивизии в общем к ним надо увеличивать радиус вот это вот толщину скажем 3 может быть даже да сойдет так ну в принципе в принципе в принципе уже все готово не что всяких мелких деталей вот этих вот косячков которых что я не предусмотрел да забыл насчет динамики с динамикой поработать так ну наверное не к спеху уже просто если надо было ну ладно с этим как его там вот со слитками мы чуть-чуть двинем тоже их что мы делаем ну все мы рендерим окончательно вырубаем камеру если хотите можно сделать потолще пружинку вот эту примеру да ну то есть еще ни хрена они не стоят у нас не лежат на поверхности точнее так ну все на этом уже точно все все включаем камеру она у нас включена и нажимаем на эту кнопочку рендера если хотите сразу вывести изображение вот пишите куда сохранить его здесь нажимаете jpeg да и он рендерит так все рендерим а в рендер я в качестве знаете широкой зачем он нам нужен такой вы как хотите но мне это не нужно всего лишь урок поэтому я буду рендерить вот в таком вот качестве 2720 все таки поменьше будет нафиг нам такой огромный причем для урока зачем нам так прошу прощения еще забыл поставить материал на наши шурупы но киньте их от вентиля вот они на шурупы здесь просто перекиньте вот так раз сюда и все вот они у нас тут есть дальше открываем фотошоп это мы закрываем открываем наш ну если вам нужен 90 текст вот он урок все отлично открываем его файл открыть урок прикрепляем его здесь изображение лучшего качества ой вроде бы сглаживания ну ладно так так все слои нажимаем если вас нет этих слоев нажимаем окно и галочку ставим слои f7 открыть здесь мы должны найти но не здесь я должен найти точнее текстурку вот она я мою на скину сразу кидаем сюда жмем экран нет не на джет экран просто так прозрачность поменьше ставим чтобы не видно текстуру будем накладывать вообще самым наибанальнейшим способом то есть мы банальными то есть мы могли бы в синими наложить но я чё-то забыл как-то думаю ну и ладно пущать тут будет все галочку ставим вот она нас текстурка это да здесь убираем мягкий свет и берем ластик берем этот мягкий мягкость ставим нулевую жесткость точнее и просто так вот потираем то есть очень всего говорю просто вообще не заморачивался могли бы конечно наложить во первых синими прям эту текстуру могли бы могли бы могли бы что мы еще могли сделать могли чисто на желтый слой наложить но это было бы чуть сложнее точнее не то что сложнее просто чуть дольше долл дольше то есть мы бы нам бы пришлось выделять вот эти вот желтые буквы рендерить их скорее всего отдельно даже черный до желтую эту букву окантовку черную не надо было вот и отдельно на них прямо то чисто наложить это было бы как бы сказать легче то есть мы просто бы выделили бы таким вот образом наложили все пока сойдет дальше идем вот сюда так создает новый эффект коррекции слоя или слой заливку выбираем эту штучку мы нажимаем кривые подкорректируем чуть-чуть контрастности добавим немножечко если хотите да вот далее что нам нужно сделать данным и берем кисть выбираем здесь желтенький цвет скорее всего я у нас вот он оранжевый по христи так делал найти как я это все делал я это делал так создаем новый слой вот тут вот я вот тут уточни я это все делал наобум то есть допустим когда ты делаешь сам эту работу то она бывает как это не четко я зажата мальтом перемещаясь крутя колесик то есть ты можешь что-то тут экспериментировать накладывать да сейчас урок и поэтому приходится чуть-четче все делать вот так выбираем здесь в перекрытие эффекты наложение слоев в общем да вот таким вот способом раз можем сделать яркий текст точнее это не текст даже это слово прозрачность это ставим конечно меньше чутка такое свечение у нас будет здесь идти все делается очень просто лично я делаю это просто на сферки можем наложить это все то же самое на золото конечно вообще вот таким вот такими мазками шлепками точнее даже вот так вот лично ластик берем мастик подтираем это все дела но если нужно не хотите чтобы она светилась как бы если это можно так назвать далее делаем кисть побольше зажатым альтом и правой кнопкой мыши и раздвигая создаем новый слой делаем такой шлип не плачу чуть-чуть за это же ластик делаем такой шлипок вот сюда сюда синий делаем лобоватый раз хотя это не обязательно ну ладно нажимаем перекрытие если надо ластиком подработаем чуть-чуть если допустим что-то ярко там смотрится или еще что-то кисточкой подработать здесь можно наложить может быть яркость кривых свойствах мы можем подбавить немного контрастности если нам это надо а нам это вроде как надо далее далее что еще давайте создадим блики на золоте берем кисть белый белый все правильно кстати а она на белый ставим новый слой допустим кликаем вот так вот раз выбираем перекрытие вот и все к примеру вот таким вот образом просто все это я делал сюда еще потом можно куда еще куда 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 ничь чпонька суток бличок дальше какие еще я делал какими способами я создавал помню новый слой делал эллипс белый вот таким вот раз его делал остреньким альт через альт копировал переворачиваю переворачиваю тоже с шифтом с шифтом только немножечко ну да сойдет например вот сюда оставил уменьшал и экспериментировал с с этим с настройками с этими вот например экран давайте их сразу попробуем допустим вот экран да или мягкий свет что лучше да мягкий свет наверное также можно осветление основы попробовать нет не пойдет надо перекрытие лучше так чуть чуть еще уменьшим сюда поставим поставим кисточкой вот сюда клик сюда раз вот и все вот и блик даже куда ни другое место еще можно поставить дальше выбираем файл открыть здесь мы идем флэр оптика флэр это такие свет вы можете этот скачать в интернете просто вот оптику флэр для фотошопа лайт для фотошопа типа того давайте используем вот этот вот свет и кидываем его сюда пишем либо экран либо можно осветление основы так уменьшаем соответственно control control t я думаю вы понимаете что я делаю можно знать даже на горячей клавиши и к примеру вот вот так вот вы все это делаете экспериментируем соответственно например ставим экран да ластиком подтираете личности всякие да можно осветление основы поставить поставить ластиком все это дело надо замутить вот и экспериментируйте что у нас здесь еще да вот здесь оно у нас здесь косячок кстати синенький 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 давайте мы его просто темнее сделаем к примеру вот так раз может быть вот так вот так и вообще ту сторону можно затемнить инструментом затемнения так на фоне можно затемнить да но это уже слишком ярко будет синий какой-то не очень даже красиво просто делать более тусклым к примеру да вот дальше еще что я делал я делал на новом слое можно даже на этом вот такие вот розоватые блики рефлексы покажу не обращайте внимание на вот этот пиксель это я просто не поставил сглаживание у себя потому что работа для урока она мне здесь в принципе они мне здесь не нужны вот такие вот блики так давайте лучше на новом слое будем с ними экспериментировать например вот так вот сделаем рядом вот так это с зажатым shift я делаю клик зажимаем shift клик сюда например перекрытие или что там было то да перекрытие и к примеру уменьшаем яркость там контрастность не знаю перекрытие я сказал да перекрытие принимаемся выше допустим здесь тоже можно то же самое замутить да только полифиолетовый вот такие розовые оттенки они мне здесь видны вот они но здесь я говорю изображение более четко я вам говорил сглаживание выставить вообще очень сложно повторить предыдущие работы лично мне стараться повторять это достаточно сложно там я делал все потому что наобум так просто тыкал бликал везде так что то еще помню забыли или нет или нет не забыли свет свет ну принцип вы поняли это главное наверное так это не то вот так 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 все спасибо за просмотр задавайте вопросы ваши в комментарии если что непонятно но только перед этим все перепроверяйте делайте внимательно но если что то я допустим непонятно объяснил в каком то то спрашивайте вопросы спокойным образом не бомбя не взрываясь не ругаясь спрашивайте всем пока а да еще для тех кто не знает мало ли сохранить как надо нажимать выбираем здесь jpeg и сохраняем свой проект все всем пока 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 не